третью секцию нашего форума и хотелось бы предоставить слово ученике Владимиру Хосе, заместителю декана экономического факультета МГУ имени Ломоносова и заместителю заведующего кафедры управления рисками и страхованием. Тема, которая очень интересно названа, продолжительность жизни людей и страховых компаний в России. Я себя немножко не в своей тарелке чувствую, потому что тема заявлена достаточно философски, здесь практики страхового бизнеса, но все-таки я решился на ваш суд представить некоторые соображения по этому поводу. Ну, в принципе, наверное, все, кто занимается страхованием жизни, достаточно хорошо знают о продолжительности жизни и смертности людей, но, тем не менее, я скажу несколько слов про продолжительность жизни и смертность в России. Значит, мы прекрасно знаем, что у нас достаточно высокая в нашей стране смертность относительно экономически развитой страны, у нас много лет наблюдается сверхсмертность мужчин трудоспособного возраста, у нас относительно низкая младенческая и детская смертность и относительно низкая смертность пожилых людей. Значит, вот насколько высока сверхсмертность мужчин трудоспособного возраста иллюстрирует вот эта табличка, я не стал переводить название стран, это не принципиально. Это вероятность умереть в интервале от 15 до 60 лет на тысячу жителей мужчин 2008 года. Значит, взята база данных Всемирной организации здравоохранения и просто отсортирована от худших показателей к лучшим. Ну, лучшие сюда не попали, я взял, вот как вы видите, 39 стран по рейтингу. Значит, вы видите, что на первом месте Зимбабве, то есть для 15-летнего зимбабвийца вероятность умереть, не дожив до 60 лет, 81%. Значит, если мы посмотрим более-менее внимательно на список стран, то мы заметим, что здесь есть несколько стран азиатских, но основную массу составляют страны самого отсталого региона мира, это Африка, Южнее Сахары или Черная Африка. То есть, значит, Зимбабве, Лесото и так далее. Две есть европейские страны, как видите, это Российская Федерация и Украина. Значит, здесь как бы судьба нас свела опять, но у нас показатель, как видите, 39,6%, то есть вероятность для 15-летнего россиянина, не дожить до 60 лет, это 40%. Значит, естественно, выводы, которые следуют из этого, ну, я много лет занимаюсь преподаванием личного финансового планирования, и, естественно, риски, которые связаны с смертностью трудоспособного возраста, требуют от заинтересованных и предусмотрительных покупателей соответствующего защитного страхования жизни. Дальше, если мы посмотрим то, о чем я вам говорил, что продолжительность жизни в пожилых возрастах в России достаточно, относительно неплохая, то вот эта табличка показывает ожидаемую продолжительность жизни в момент выхода на пенсию, и вы видите, что в пересчете на ожидаемую продолжительность жизни при рождении разница составляет, ну, почти что 10 лет для мужчин, то есть если мужчина, российский мужчина, проскочил вот этот страшный интервал трудоспособного возраста, то шансы его прожить относительно долгую жизнь значительно увеличиваются. Когда-то Карл Пирсон пытался моделировать смертность на протяжении возрастной шкалы человека с помощью пяти нормальных кривых, и он говорил, что, значит, в некоторых точках, когда человек идет по жизни, сидят, ну, что-то тогда пулеметов не было, ну, значит, некоторые снайперы, которые отстреливают людей. Вот если мы посмотрим на нашу смертность трудоспособного возраста, мужскую в первую очередь, то ощущение такое, что все снайперы и все пулеметчики скопились в трудоспособном возрасте. Если мы выскочили из этого возраста, то вы видите, что, скажем, ожидаемая продолжительность для мужчин в возрасте 60 лет 15-73, это значит, что в пересчете на ожидаемую продолжительность жизни при рождении он проживет в среднем 75 лет, хотя ожидаемая продолжительность жизни при рождении 12-го года всего 64 для мужчин. И еще интересная вещь, которая происходит на наших глазах за последние 10 лет прирост в момент продолжительности жизни в момент выхода на пенсию составил почти 3 года для мужчин, 2,89, и больше 3 лет для женщин. То есть самое главное в тактике личного финансового планирования проскочить трудоспособный возраст каким-то образом. Большинство моих слушателей, я преподаю на программе MBA, это люди 25-45 лет, самостоятельные, которые сами платят за обучение, и они не собираются уходить на пенсию в 55 лет, или, скажем так, прекращать работать в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Они собираются работать дальше, поэтому чуть продлим этот возраст, выход на пенсию, сравним с американскими показателями. То есть это ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 65 лет. Значит, вы видите, что афроамериканский мужчина в возрасте 65 лет ему в среднем предстоит прожить 16 лет. В России пока что показатель похуже немножко, но видите, что движение идет в правильном направлении. В 2007 году было 11,6, сейчас уже около 13 лет. У женщин ситуация немножко получше, хотя тоже отставание от афроамериканского населения довольно заметно. То есть у афроамериканок возраст 19,3 года, у россиян 17,1. То есть предстоит прожить фактически целую жизнь еще в среднем. Я имею в виду жизнь, скажем, длину поколения. Поскольку растет продолжительность жизни в старших возрастах, в том числе и в России, сразу встает вопрос о специфических болезнях старшего возраста. Ну, в первую очередь, это деменция и болезнь Альцгеймера. Здесь на графике показан рост смертности от болезни Альцгеймера в Соединенных Штатах Америки на 100 тысяч населения с 1979 по 2010 год. Ну, фактически там десятикратное увеличение показателя. У меня, к сожалению, нет по России данных такого же рода, но можно предположить, что повышение продолжительности жизни в старших возрастах в России потребует соответствующих предложений со стороны страхового рынка, но в первую очередь long-term care, то есть страхование потребности в постороннем уходе. Как это будет предлагаться, мне сложно сказать. Участники рынка лучше меня это знают. Еще раз повторюсь, мы достаточно хорошо знаем про продолжительность жизни людей, и мы мало знаем про продолжительность жизни страховых компаний, хотя все это происходило на наших глазах. Значит, мы с моей коллегой Ольгой Гусевой провели небольшое исследование, а именно построили таблицы смертности для страховых компаний российских. Имея в виду, что рождение компании – это дата ее регистрации в государственном реестре юридических лиц, а смерть, соответственно, дата отзыва лицензии. Значит, данные мы использовали те, которые есть в реестре и в системе СПАРК. Таблицы смертности были построены методом Гревела для 2008-2013 года. То есть это не для одного года построено, а в интервале. Значит, первый вывод, который мы получили, или первый результат – нет эффекта младенческой смертности. То есть, в принципе, построение таблицы смертности для организации – это известная вещь, это демография организации. И, естественно, что хорошо известно, что предприятия, которые только начинают работать, у них очень высокая смертность. Там есть разные показатели, но до 90% вновь созданных предприятий, я не говорю про страхование, а вообще разоряется в первый год. То есть младенческая смертность в данном случае – это разорение предприятия в течение первого года его работы. В страховании этого эффекта нет, потому что входной ценз достаточно большой и требования к установному капиталу. То есть мы не фиксируем высокую младенческую смертность в российских таблицах смертности. Значит, основной результат, который мы получили – это ожидаемая продолжительность жизни для новорожденной компании 8,3 года. То есть это предположение, что если компания регистрируется в 2008-2013 годах, то в среднем ей предстоит прожить 8,3 года, если на протяжении всей ее жизни будут сохраняться возрастные коэффициенты смертности или выбытия страховых компаний. Дело в том, что поскольку рынок существует всего 23 года, то понятно, что за исключением Росгостраха и Ингостраха долгожителей у нас нет. То есть все компании, предельный возраст компании 23 года. Поэтому пришлось для того, чтобы сопоставить с продолжительностью жизни людей, ну, скажем, немножко преобразовать данные результаты. То есть мы взяли в качестве предельного возраста жизни населения, возраст 115 лет, он взят из данных Всемирного геронтологического института, который фиксирует подтвержденных долгожителей. То есть сейчас в базе всего... Долгожитель — это тот, кто прожил больше 110 лет, и таких людей всего в базе насчитывается 1600 по всему миру. Это и ныне живущие, и те, кто жил раньше. Но про них известно, что совершенно точно вот от их рождения и до их смерти данные достоверны. Потому что в этой области, вы знаете, очень много легенд. Так вот, самый, там, единственный человек есть в этой базе, который прожил 122 года, значит, мы его исключили, еще двое прожили 119 лет, пять прожило 116, и всего 30 прожило больше 115 лет. Мы взяли предельный возраст — 115 лет. Значит, сопоставив с ожидаемой продолжительной жизнью при рождении мужчин российских на 12-й год, это 64-60-е года, то тогда у нас окажется, что российские мужчины проживают примерно 56% от предельно возможного возраста жизни человека. Соответственно, женщины проживают 66% от предельно возможного возраста. Ну, в случае страховых компаний предельный возраст установлен, еще раз говорю, рынком — 23 года. Так вот, страховая компания проживает только 36% от предельного возраста. Из этого следует, ну, несколько интересных, мне кажется, вещей. Первонаперво, мы можем сказать, что смертность страховых компаний или выбытие страховых компаний с рынка очень-очень показатель, очень высокий в России. То есть, большинство моих слушателей, ну, скажем, когда они рассматривают горизонт личного финансового планирования, оказывается, что он длиннее, чем ожидаемой продолжительной жизни компании. То есть, иными словами, есть некое несоответствие между ожиданиями, скажем, людей среднего класса, которые, ну, например, хотят платить 20 лет в страховую компанию и потом получить пожизненный аннуитет, к примеру. Пока не начнет расти продолжительной жизни компания, сложно будет отвечать на вопрос, к которому я постоянно сталкиваюсь. А вы сами готовы отдать на 20-30 лет деньги в страховую компанию, чтобы получить обещание о, скажем, аннуитете пожизненном, к примеру. На этот вопрос, как вы понимаете, ответить сложно, если знать ожидаемую продолжительность жизни компании. Я хочу, ну, вот сегодня утром на пленарном заседании, я знаю, что Игорь Николаевич вызвал аплодисменты, когда он сказал, что надо бы освобождаться побыстрее от тех, кто не хочет работать или плохо работает на рынке. Я понимаю, о чем он говорит, но у меня подход или взгляд немножко другой. Для меня смерть в страховой компании это такая же трагедия, как смерть человека. То есть страховую компанию надо лечить, а не спокойно позволять ей умереть, радуясь, что произошло очищение рынка. В какой-то степени интересный результат, который получили голосованием сегодня на пленарном заседании, если помните, был такой вопрос, какую угрозу развития российского страхового рынка вы считаете наиболее существенной, и там в подсказе было ухудшение имиджа, в том числе в глазах государства, в результате ухода страховых компаний с рынка. Я порадовался, что на первое место поставил эту вот причину, не только я, еще 17% слушателей, это была третья по, скажем, массовости причина, которая была названа. То есть смерть в страховой компании всегда урон доверию потребителей ко всей отрасли. Значит, вот с моей точки зрения предупреждение болезней, в том числе с помощью раннего обнаружения, стресс-тестирования и лечения, то есть улучшение текущего контроля, управления, улучшение управления, задача не только надзора, но это задача самой компании и это задача страховой отрасли. То есть, еще раз хочу подчеркнуть, что если говорить в терминах демографической политики, если так можно сказать, ну, скажем, демографическая политика по отношению к населению, мы хотим, чтобы у нас больше рождалось детей и чтобы люди меньше умирали и дольше жили, если говорить о демографической, в кавычках, политике по отношению к страховым компаниям, то, наверное, мы должны в первую очередь сосредоточиться на снижении смертности страховых компаний и на увеличении их продолжительности жизни. Спасибо. Большое спасибо за такой необычный взгляд на то, что происходит у нас на страховом рынке. Слово предоставляется Олегу Михайловичу Киселеву, президенту страховой компании «Ренессанс жизнь». Тема «Страхование жизни заемщиков кредитов к накопительному и сонному страхованию жизни». Здравствуйте, дорогие коллеги. Я приветствую всех тех, кто, как сказал бы мой коллега предыдущий, который выступал, дожил до этого события после обеденной сессии. Если вы здесь, вам интересны эти темы и, надеюсь, моя презентация будет вам тоже интересна. В начале мероприятия утром, когда говорили о страховании жизни, звучало несколько таких постулатов, терминов. Во-первых, сказали, что страховщики жизни везунчики. Был такой, да? Я, как бы, не знаю, согласиться с этим или нет. Думаю, что в сегодняшних реалиях везунчики – это экспортеры, которые получают премии в валюте, а все остальные, не знаю, можно ли кого-то назвать везунчиками. Но если серьезно, то следующий постулат, который звучал, так же, как называется моя презентация, что сегодня наметился тренд перехода от продажи страхования жизни, привязанного к кредиту, к отдельно стоящим продуктам и инвестиционному страхованию жизни, и накопительному страхованию жизни. Я с этим полностью согласен, это так, и я считаю, этот тренд будет продолжаться. Следующий постулат, который я услышал, сегодня звучал, что основной канал продвижения продуктов страхования жизни – это банковские сети. Я тоже с этим полностью согласен, и сегодня мы немножко поговорим в моей презентации об этом. также, что в основном рост связанный с продажами продуктов через банки будет у кептивных страховых компаний по страхованию жизни. Вы знаете, что практически у каждого крупного банка есть своя компания по страхованию жизни. И наверное, последнее такое важное, что я услышал сегодня утром, это то, что то сложное время, время такой геополитической напряженности и макроэкономической нестабильности, это, как сказали мои коллеги страховщики жизни, время возможностей. Ну, надеюсь, что это так, и тоже постараюсь с этой позитивной точки зрения посмотреть на те сложности, с которыми мы сталкиваемся, посмотреть на них как на возможности. Итак, первый слайд, здесь я показываю доли видов страхования в общем объеме, то есть это только страхование жизни в общем объеме премий. Я сравниваю 6 месяцев 2013-го и 6 месяцев 2014-го года, но основной объем премий поступает по кредитному страхованию жизни, треть примерно поступает по накопительному страхованию жизни и остальные другие виды страхования. И мы видим, что доля кредитного страхования жизни снижается на 11% и на 11% растет доля инвестиционного страхования жизни. Вот такой тренд наметился и он будет дальше продолжаться. Здесь я хотел бы вам показать динамику продаж через банки. это премий только накопительного страхования жизни и инвестиционного страхования жизни. Это наше экспертное мнение, к сожалению, официальной информации такого нету, но это факт и премии за последние вот эти два года растут практически в пять раз. По итогам 9 месяцев 2014-го года уже собрано 32 миллиарда премий по этим видам страхования и наш прогноз, 45, наверное, миллиардов будет сбора 2014-го года. С правой стороны вы видите такой пирог. Это доля продаж банков. Основной лидер у нас Сибербанк, дальше Летфобанк и так далее. И, как я сказал, у всех этих банков есть свои криптовые страховые компании и тренд следующий, что даже если банк запускает эти продукты отдельно стоящие с какой-либо компанией не из группы, то в дальнейшем он переключает их продажи на свою собственную собственную компанию. Такой тренд сегодня существует на рынке. Очень много говорят о таком зле, даже мои коллеги многие с этим соглашаются. это кредит на страхование жизни, что это наверное плохо. И я попытаюсь объяснить, почему так говорят. Ну, правда, большинство заемщиков при получении кредита страхуют свою жизнь. кредит 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 не осознан, как правило. То есть клиент приходит в банк за кредитом, а он не понимает, для чего он приобретает кредит на страхование жизни. То есть ему это, так сказать, другим словом, меняет. взаимоотношения при этой продаже одноразовые с клиентом и те клиенты, которые приобретают страхование жизни при получении кредита в пос банковских имеют низкий уровень дохода. Но есть и положительные факторы того, что банки активно работают с кредитом страхованием жизни. Этот опыт имеет благоприятную среду и готовит благоприятную почву для других продуктов, для настоящих. Ну, во-первых, это наша экспертная оценка, выплаты. 2013 год и 9 месяцев 2014 года страховщики жизни выплатили по кредитному страхованию жизни порядка 7 миллиардов рублей. И, наверное, это лучше реклама самой идеи страхования. Большой клиентский сегмент заемщиков это молодежь. То есть 23, 28, 30 лет. А завтра эта молодежь будет средним классом. И у среднего класса в возрасте смещается акцент от постоянного потребления к накоплению. То есть молодежь нацелена на привлечение новых телефонов, новых айфонов, новых машин и так далее, но когда появляется семья, появляются дети, начинают задумываться о накоплениях и защите. Ну и время подумать о создании капитала для будущей пенсии. Поэтому переход от кредитного страхования к другим продуктам очевиден, и мы считаем, что кредитное страхование жизни привлечает наших граждан к финансовому планированию. Почему? Так как при кредите расчет текущего ежемесячного платежа есть ответственность к тому, что нужно иметь источники дохода для регулярных платежей, привычка к регулярным отчислениям, ну и долгосрочное финансовое планирование это не что иное, как фундамент для накопительного страхования жизни. Я сейчас хочу наглядно, можно так сказать, на пальцах показать, как происходит этот переход, как мы его видим от накопительного страхования к накопительному страхованию жизни. Вот схематично так по-детски немножко показано, как работает кредит. То есть сначала получается счастье в виде машинной дачи, не знаю, что там еще нарисовано, и регулярные платежи, расплаты за это счастье по погашению кредита. Как работает кредитное страхование жизни? Если происходит страховой случай, то страховая компания погашает кредит за клиента, и это не ложится на плечи родственников или больного, человек, который не может в состоянии здоровья погасить кредит. как работает накопительное страхование жизни? Сначала регулярные платежи, и в конце счастье в виде материальных благ. Если происходит страховое событие, страховой случай, то клиент сразу получает эти материальные блага или выплату, независимо от того, какое у него состояние дороги. То есть в нашем понимании накопительное страхование жизни это не что иное, как кредит на оборот. Цели накопительного страхования жизни хотел бы вспомнить. Первое это создать системный механизм накоплений на регулярной долгосрочной основе. На самом деле если каждый задумается и проецирует это на себя, поймет, что очень сложно регулярно откладывать от своего дохода копеечку в банк, в стеклянную банку, кто куда откладывает и дисциплинировать себя на эти отчисления. А страховой полис по накопительному страхованию жизни преодолевает вот эту инерцию, это желание потратить накопленные средства. Обеспечивает гарантии создание капитала на старость или на образование, на другое событие, в ситуации потери здоровья и как следствие дохода. Получить возможность распоряжаться резервным капиталом при полной или частичной потере здоровья. Ну и оставить капитал семье, детям в случае внезапного полной жизни. теперь хочу обратить ваше внимание на то плюсы и минусы продаж накопительного страхования жизни и отдельных стачек продуктов через банковские сети. Среди плюсов мы считаем, что есть доверие, то есть клиент привыкает ходить в банк и бренд тот банк, которому он доверяет, работает на себя. Доступность, то есть клиент знает, что через дорогу есть отделение банка, было много лет, я туда ходил, я получал там кредит, я там размещаю депозиты. Привычка, ну и простота контакта с потенциальным клиентом, конечно, в банковских сетях намного выше, чем в других каналах продаж. Среди минусов каннибализм продуктов внутри банка. По нашему опыту мы знаем, что запустив какой-то новый продукт в сети банка, он начинает продать другие продукты. То есть другими словами, продавец как продавал 10 штук чего-либо, так он и продает 10 штук чего-либо, независимо от того, поступает ли новый продукт или нет. Акцент на краткосрочный продукт. Конечно, легче продать один настоящий продукт годовой или трех годовой, очень сложно продать продукт на 20-15 лет. И продавцы банков, как правило, это делать не умеют. Соответственно, низкое качество продаж. У банковских продавцов есть привычка работать с продуктами спроса. то есть в банк идут люди за чем-либо. То есть они уже хотят либо распустить депозит, либо хотят кредит, осуществить какую-то операцию, а страхование жизни долгосрочное является продуктом неявного спроса. То есть за ним не приходит, его нужно предлагать, продуктом предложения. И пока еще банковские продавцы только учатся это делать, но как видите по статистике делают это очень неплохо. Какие выгоды для банка при работе с продуктами на страхование жизни и инвестиционное страхование жизни? Ну в сегодняшних реалиях при падении темпов потребительского преддавания банки используют высвобождающиеся ресурсы своих розничных сетей для продажи отдельно стоящих продуктов. Отдельно стоящие страховые продукты особенно накопительное страхование жизни обеспечивает высокий комиссионный доход. И я сделал такой прогноз за три последних года сколько банки заработали на комиссии НСЖ на накопительное страхование жизни и на страхование жизни в 2014 году это порядка 15 миллиардов рублей. То есть 8 больше чем 8 раз из последних 2 года выросла комиссионно доход банков по этим продуктам. Мы считаем, что банковский заемщик с хорошей кредитной историей сегодня это потенциальный клиент по накопительному страхованию жизни завтра и тот тренд, который наметился подтверждает это убеждение. Кредитное страхование жизни прививает клиентам культуру финансового планирования и мы говорим спасибо нашим партнерам банкам, которые активно занимаются кредитованием, поскольку они прививают культуру финансового планирования. Мы конечно говорим о добросовестных заемщиках. А культура финансового планирования это фундамент накопительного страхования жизни. Сегодня говорили о том, что все же кризис это возможности или это сложности. Я хотел бы сказать пару слов о продажах накопительного страхования жизни и сон страхования жизни вот в таких сложных сегодняшних реалиях. Мы считаем, что изменение экономических приоритетов среднего класса будет происходить сегодня. То есть средний класс будет смещать акцент от массового потребления, от активного взятия кредитов на все, что угодно, к накоплению и защите здоровья. Есть такая статистика, что в период нестабильности, период кризиса, под давлением стресса, депрессии, люди чаще болеют, но увеличивается количество несчастных случаев, то есть ценность защиты здоровья растет. Также будет, и мы видим, что это происходит по росту продукта инвестиционного страхования жизни, происходит изменение приоритетов частных инвесторов, те, которые работали с ПИФами, те, которые пытались работать на рынке акций, конечно сегодня предложение инвестиционного страхования жизни, где есть возможность заработать, но есть гарантия, что ваши средства не потеряются, это хорошее предложение, то есть переход от доходности с высоким риском к надежности и защите накоплений. И конечно же инвестиционное страхование жизни актуально сегодня для банковских клиентов, потому что ощущается отток депозитов из банков, то есть зачистка в кавычках банковского сектора, мы все знаем, ведет к оттоку депозитов. И продажа из приложений инвестиционного страхования жизни это хорошая альтернатива при закрытии депозита. И банки могут получать от страховых компаний страховые резервы обратно на депозиты порядка до 50%. Так что это хорошая альтернатива как клиенту, так и банку. Ну и в конце своей презентации хотел, чтобы мы вспомнили, а кто не знает, тот услышал такую историю, которую страховщики жизни хорошо знают и используют в своей деятельности. Это история Дэйла Карнеги, знаете, американский психолог, писатель. Он с 20-х годов начал приобретать полисы по страхованию жизни и вообще инвестировал, имел несколько бизнесов и имел акции, но в времена великой экономической депрессии в Америке в 20-х годах прогорел и написал письмо благодарности своему страховому агенту в 1942 году с такими словами, разбирая полисы я говорил себе как мне повезло, что я вложил эти деньги в страхование жизни. Поэтому всем рекомендую задуматься как это сделали другие люди в это сложное время геополитической нестабильности и макроэкономической нестабильности. Спасибо всем. Спасибо большое. Сейчас у нас будет целый ряд выступлений про интернет продажи страхования и вообще новые технологии в страховании. Попрошу открыть эту тему Александра Андреевича Цыганова заведующего кафедрой страхового дела финансового университета при правительстве РФ. Спасибо. Интересно, я был признателен. Да, вы прекрасно поняли на что. Спасибо. Ну что ж, коллеги, остались мы самые долготерпивые. Коль скоро долгосрочное страхование жизни мы послушали, теперь осталось понять, можно ли его продать через интернет. Обещаю не мучить такими сложными вопросами, но хочу все-таки поговорить по поводу того, кто же такой вообще страхователь наш, да еще и в интернете. Эпиграф у меня взял достаточно плохую вещь, вообще не очень понятно, что и кто и кого там страхует. На самом деле это диагноз нам. Это очень плохо, когда вот так говорят наши страхователи. Из интереса я даже поговорил с другими людьми, была возможность на втором высшем, то есть люди, у кого есть уже образование, они занимают определенные должности, и было любопытно, до какой степени, и что они смешивают. Вот картинка, которая есть под этим эпиграфом, она очень хорошо показывает. Она обезличенная и непонятная, какой-то зонтик, какие-то мужская, женская фигуры, детские. Вот к сожалению, понять, что страхует, кто страхует и зачем страхует, действительно, оказывается довольно сложно. Россия, понятно, не Америка, Россия, понятно, не Европа, в том понимании, которое, может быть, хотелось бы вложить. Отсюда есть проблема в том, что некоторые виды страхования здесь не идут. Почему не идут, это отдельный вопрос, но, наверное, хотелось бы понять, а что же мы можем донести и с каким успехом донести до интернет-аудитории. И почему эта интернет-аудитория такая хорошая? Ну, по первости, мне хотелось показать всем нам, что этот потребитель все-таки непонятен. Но это потребитель, картинка, которая есть, это потребитель реальный. Не в интернете, это тот потребитель, который живет, ходит, читает, разговаривает с агентами, общается. Может быть, в интернете он немножко другой. Сейчас посмотрим. Проникновение вообще какое? Опять же, не буду цифрами грузить, но факт тот, что мне хотелось показать, что в Москве и в Питере достаточное проникновение в крупных городах миллионников для того, чтобы всерьез говорить не просто об интернет-страховании, а о мобильном страховании. То есть, вот сегодня пока шло выступление, я, наверное, неправильную вещь делал пока, слушал коллег, но я там работал со своей почтой, там какие-то вещи еще смотрел. На самом деле, это повсеместная реальность. И если мы говорим про опыт других стран, не обязательно даже Америки или Европы, мы можем даже про опыт Израиля вспомнить, то там полно мобильных приложений, которые позволяют застраховаться в режиме реального времени, заключить этот договор страхования, совершенно не мучиться по поводу того, каким образом перечислять страховое время, потому что оно просто со счета мобильного телефона переходит. У нас каково? Перед этим просто маленькая еще ремарка. Все мы привыкли, вот мой друг Владимир Иченик говорил про демографию, можно вспомнить русский крест, это другой крест, вполне положительный на самом деле. Показывает, как относятся к интернету люди разных возрастов. И мы видим, что чем более младше, тем чаще человек сидит в интернете. Это нормально, мы можем по своим детям заметить. Мы можем это заметить на лекциях, мы можем это заметить в каких-то других местах, но тем не менее, чем более гражданин, товарищ и брат более молодой, тем он чаще сидит в своем интернете, чаще даже еще и в мобильном интернете и пользуется этим. То есть, нам есть до кого достучаться. Мало того, мы должны все-таки вспомнить по поводу того, что страхование это вещь для среднего класса, не для самых бедных, не для самых богатых, а для средних. Соответственно, в интернете сидят достаточно средние люди, но с образованием, поэтому они для нас весьма интересны. Пользуются ли они вообще финансовыми услугами? Пользуются, электронный кошелек пользуют, это цифры Генофи, им вполне можно доверять, это проценты от 100%, естественно, те, кто достаточно регулярно в течение года пользуются. 9% респондентов с кошельками электронными, это уже немало, интернет-банк чаще 18%, тоже реальность. Но вот почему-то Генофи не спрашивал про интернет-страхование, ну почему-то на самом деле понятно, потому что его по факту нет. Но это для нас вызов на самом деле, если люди этим пользуются, надо стараться сделать что-то похожее. Для меня же было важно, что счет на мобильном телефоне есть у 14%, это наша аудитория, это те люди, которым можно предложить мобильное приложение для того, чтобы они могли заключать таковые договора страхования. доверие. Тоже уж раз начал пользоваться Нафи, то источником Нафи пользуюсь. Про источник данных с интернетом там проще от интернет-компании. Для нас плохая цифра, что не доверяют 11%. Это в целом потребители. Потребители всех, какие есть в России, не обязательно через интернет, страхование через интернет-канал или еще какой-то, доверяют 6%. Мне было любопытно посмотреть с другими, банкам доверяют 13%. Понятно, что это цифры до того, как у нас приключилась вторая фаза проблем с долларом, с евро и с прочими евроинтеграциями, но тем не менее мы не самые плохие при этом. Есть организации, которым доверяют значительно хуже, когда думаешь про то, что занялся страхованием уже порядочное время, иногда такие цифры приятно увидеть. Оказывается, что ПИФом и микрофинансовым организациям доверяют 2%. То есть наши 6% это еще не самое плохое. Нам есть что делать, чтобы стать лучше. Решил посмотреть еще и как это доверие распределяется у тех, кто точно страхуется. К сожалению, 2012 год, вопрос можно сделать чуть позже, но тем не менее мы видим, что здесь есть 6% людей, которые страховались и больше вообще не хотят, их обидели. понятно, что с ними надо работать, но наша аудитория это вот эти 23%, кто имеет положительный опыт. Если они еще и выходят в мобильный интернет, это те случаи, когда мы можем сэкономить на аквизиции. Здесь не требуется агент, здесь не требуется что-то такое сверхординарное, но здесь требуется хороший сайт, мы к этому сейчас подойдем. То, что касается интернета аудитории в целом, печальный слайд на самом деле, потому что я показывал слайд по поводу того, что молодежь сидит в интернете. Это правда, это мы действительно все видим. Но, когда делают опросы на сайтах, Mail.ru популярный ресурс, на нем многие почту держат, он действительно посещаемый. И там опрос проводился на практически сотнях тысячах, много. Под сотню тысяч было как минимум, если памятнее, то больше на самом деле. И 74% не доверяют страховщикам, на них надо достучаться. Вот 3% они смешивают разные страховые продукты, но они пишут, что они застрахованы, это опять же наша аудитория. Но вот эти 74% это аудитория, с которой надо работать и с которой надо стремиться работать. Причина, почему люди не пользуются страхованием, достаточно любопытная вещь. Совершенно понятно, что высокодоходные страхуются чаще, мы не говорим здесь про особо богатых, это не олигархи имеется в виду, это имеется средний класс высокодоходный, и понятно, что низкодоходные и хуже, и понятно, что россияне в целом со страхованием знакомы, хотя бы даже из ОМС и ОСАГО. Но было любопытно, почему автострахование, опрос тоже проводился такой, не всегда пользуется популярностью. 84% не видят необходимости. Что это говорит? Это не о низкой страховой культуре говорит, потому что знание в принципе есть. Это говорит о том, что мы не смогли нашу услугу превратить в ценность, которая будет востребована самим потребителем. Чтобы человек заплатил свои деньги, он должен видеть конечную ценность. Если он понимает, что у него будет проблема с выплатой, и, как зачастую потребители говорят, что важно, чтобы не только мог выплатить, но и захотел выплатить, это на самом деле плохо. И теперь, что же делать или где проблемные точки? Продать через интернет худо-бедно мы можем. Могу я продать полис из Москвы в Тикси? Могу. Если на то пошло, то законодатель сейчас это уже практически позволило. Да, там с некоторыми натяжками, но можно. А вот как я буду регулировать убытки в этом поселке Тикси? Или в Лоботнанге, или где-нибудь еще в экзотическом месте, каких в России очень много. И вот интернет-страхование сразу же столкнется с проблемой, и с проблемой, которая выплеснется в интернет же, и это будет большая проблема, что человек будет говорить, мне было удобно заключить договор страхования, но я не знаю, как мне быть с выплатой. Если ему придется ехать куда-то вживую, то плохо. Отсюда есть вторая проблемная точка, что люди, привыкшие к сервису, и привыкшие к сервису в сети, когда они заказывают билеты и получают их себе на тот же мобильный телефон, и им не нужно его распечатывать, они просто берут его с собой и регистрируются на рейс. Когда они через сеть могут решить проблемы с бронированием и так далее и тому подобным, возникает вопрос, что они достаточно, может быть, удобно застраховались, но удобно ли им будет урегулировать этот убыток. Насколько сейчас удобно заключить договор автокаска через интернет? Нужно ли будет осматривать автомобиль? Да, в Штатах есть технология, когда страховщик говорит клиенту, который не хочет подъезжать к нему в офис, что вот есть такие-то точки, дает GPS-координаты, куда нужно в определенное время машину подогнать. Встал, ее со спутника сфотографировали, себестоимость картинки со спутника 10 долларов, в принципе, все можно себе позволить. Спутник достаточно хорошо все разглядит. Чтобы не было проблем с царапками, франшиза, то есть там этот вопрос отрегулирован. Можно сделать это в России? Спутники есть, ГЛОНАСС вроде как тоже присутствует, при желании можно. Вопрос только вот дальше уже возможности и необходимости. Но тем не менее, вот эта требовательность к удаленному сервису, она будет в интернет-страховании возрастать и возрастать все дальше и дальше. Если клиент не хочет общаться вживую, то заставлять его общаться вживую при урегулировании убытков тоже будет достаточно плохо. Клиенты, которые выбирают себе путь покупки электронных услуг, они очень требовательны к прозрачности. Такой клиент должен понимать и про страховую компанию, ему нужна какая-то информация, он при желании должен ее достаточно легко добыть. Не только самого страховщика, это не только критерии раскрытия информации страховщиками, но это и всевозможный антураж по поводу рейтингов, по поводу аналитики и так далее. Клиенты, которые привыкли так делать, они смотрят и про авиакомпании, и смотрят отзывы про отели. У них будет такое же потребительское поведение, не будут смотреть все то же самое. Такая требовательность приводит к тому, что такие клиенты очень чувствительны, если кто-то другой будет жаловаться на эту компанию или жаловаться на то, что ему было неудобно при урегулировании убытков. Ему выплатили, но было неудобно. Вот такой клиент будет достаточно чувствительный к такому. И чуть-чуть перескочу, скажу, что здесь восприимчивость к мнению лидеров интернет-сообщества будет очень высока. Если какой-то блогер заявит, что компания X работает плохо, она при этом финансово устойчивая, она все делает, но плохо в каком плане? Ему не понравилась какая-то услуга, ему не понравилось, что-то пришлось приехать и сделать живую руками. Это будет потом давлить достаточно долго. Мы пока на самом деле к такому сервису не готовы. Дальше что? Вот эта вот проблема с тем, что не видят необходимости в автостраховании. На самом деле там статистика шире была, она касалась не только автострахований, но и других видов. Там нет потребности, достаточно часто мелькало. Вот нужно формировать мотивы к заключению договоров страхования. Эти мотивы требуют определенных усилий. Это не на сайтах страховых компаний, это всевозможные опять же аналитические вещи, которые в сети должны присутствовать и разъяснять, что, зачем и почему. На самом деле был у меня опыт, когда я ради интереса стал разъяснять людям страхование критических заболеваний. Они были готовы купить, спрашивали где, что, куда платить. Реально, такая информация зачастую недостаточно для опытного интернет-пользователя. Он, такой интернет-пользователь, во-первых, любит посмотреть эту информацию, она ему должна быть понятна. Во-вторых, если он задался этой целью, он не будет кликать по 20 раз. Здесь есть правило нескольких кликов, и если она находится, эта информация, он ее воспользуется и будет в дальнейшем страховаться. Если этих кликов много, всплывающие окна появляются и прочее, естественно, он уйдет. И на что мне хотел еще обратить внимание, на такое достаточно новое слово, как потребиллер. С одной стороны, всегда я сам говорю, что защищать права страхователей надо. И мало того, никто из нас, наверное, спорить не будет, что они достаточно долго принижались и ущемлялись. Вот, тем не менее, интернет страхования чувствительно к защите прав страхователей, еще раз, за счет того, что все недовольные выливаются сразу же, это будет не эффект, когда один недовольный страхователь к 10 друзьям рассказал, это будет эффект, когда один недовольный страхователь сформировал мнение, вполне возможно, которое сформируется уже у всех остальных. И есть проблема этих потребиллеров, то есть людей, которые заключают какие-либо договора или покупают какие-либо услуги, товары, не только с целью их потребить, а с целью потом получить компенсации за то, что они оказались недовольными. Вот услуги, товары и так далее. Такие люди есть в интернете, это уже не секрет, с такими людьми учатся работать, но когда компания переносит свои продажи в интернет, она должна это учитывать. То есть должна быть некая политика по пресечению такого потребиллерского движения. Вот, собственно говоря, какие проблемные точки у интернет-страхования. Оно в России таким же виртуальным образом присутствует. Интернет-продажа сейчас есть. Есть даже прецеденты, когда продавали полисы ГАСКО полностью в интернете, присылали его для распечатки клиенту. К сожалению, нет практики судебной. Эта компания была продана и в дальнейшем она жива, но тем не менее сейчас таким продажем не занимается. На мой взгляд, что продажи полисов ОСАГО по интернету наиболее удобны, потому как они наиболее стандартизованы. Вот, и опять же, мое мнение, что если будет возможность развивать мобильные приложения с возможностью оплаты с мобильных же телефонов при выполнении тех условий, про которые я говорил ранее, то за этим будущее. На самом деле, человеку, привыкшему покупать в сети, это будет удобно. Если вы привыкли заходить на ebay и заказывать себе вещи раз в 10 дешевле, чем в магазине, причем не худшего качества, то вы придете и на интернет-ветрину страховых компаний. Неизбежно. Но, тем не менее, это будущее. Вот за то, чтобы будущее было хорошее, поблагодарим друг друга и самый любимый слайд. Спасибо за внимание. Еще раз спасибо за интересное выступление. Я думаю, что очень органично продолжат эту тему. страховой продукт для мобильного поколения Олег Борисович Лузгинов, генеральный директор компании Cloud Consulting. Презентацию будете добры? Добрый день. Презентацию будете. Здравствуйте. Но сначала хотел бы прокомментировать выступление коллег. Очень интересно. Делиться своим собственным опытом по поводу страхования жизни. У меня в силу того, что компания наша с иностранным капиталом, с английским, я задавал вопрос, как там обстоят дела своим коллегам. И для кого не секрет, что в Европе страхование жизни это стандарт. То есть практически полис есть у каждого. Я задавал вопрос своему близкому коллегу, как он его приобрел, то есть кто ему его предложил вообще. И он мне ответил очень просто, что у него был займ, и логичным продолжением этого займа он просто продолжил платить. И, собственно, таким образом у него оказался полис. По своему личному опыту работать с компанией БТБ страхования, например, когда у меня был также займ на квартиру, мне никто не предложил его продолжить. И, в общем-то, я бы, может быть, и задумался, но никто такое предложение не сделал. Это, конечно, наверное, является какой-то вот, есть у нас еще область для развития, и есть, самое главное, мне кажется, шансы у некомпективных страховых компаний, которые могут пользоваться такими возможностями, которые пока есть в компетентах. Но у меня, моя презентация посвящена молодому поколению, мобильному поколению. И вот я буквально вчера услышал такой термин интересный, всем известен термин тинейджеры, а сейчас есть термин скринейджеры. То есть это люди, которые сидят в кафе, например, смотрят мобильный телефон. И мобильный телефон действительно для многих стал уже больше, чем просто инструментом. Это уже некая часть жизни, которая сопровождает человека практически всегда, в том числе, когда он спит. И в силу этого, конечно, меняется рынок, меняются продукты, и, безусловно, это оказывает влияние также на страховые продукты. Значит, тут мы хотим рассказать о нашем опыте, о том, что в области как раз вот телематических услуг. Ну, говорилось уже о том, что тема умного страхования, она актуальна и может быть некой спасительной палочкой, для того, чтобы там снизить убытки, для того, чтобы увеличить продажи. И что некоторые компании уже запустили пилотные проекты, и я, честно говоря, ожидал услышать о результатах, но вот на этой уважаемой конференции, но, к сожалению, пока, видимо, все пилотные проекты в процессе, или пока просто не о чем рассказать. Вот у нас, я могу рассказать вам о том, что мы знаем про европейский рынок, например, телематику. Ну, во-первых, вот что характеризует европейский рынок, о чем говорят на конференциях по телематике строительщики, что растет, есть рост доверия и ожидается рост премии в этой части. Положить нефиг. Второй такой момент, казалось бы, неявный, это влияние автопроизводителей, то есть это некий такой неявный риск, что вот в телематических услугах сервисах начинают активно, этим начинают активно интересоваться автопроизводители. А что это означает для страховых компаний? вот здесь приведен пример по поводу банков, что некое время назад одна банковская группа обеспечивала 60% рынка новых автомобилей, а как только включились уважаемые концерны в этот бизнес, ее доля сократилась за 10. На самом деле это очень-очень-очень существенный риск, неявный, который нам также учитывать. Все знают о треналационных проекциях, connected cars и так далее. То есть инвестиции в инфраструктуру телематических устройств для страховых компаний, когда речь пойдет об этом. Здесь нужно учитывать, что здесь еще и автопроизводители. Дальше. По мнению европейских коллег, в чем заключается фактор успеха? Аккуратная и управляемая цена образования. То есть самое главное направленное комплексное предложение. Ну, классический пример, конечно, о чем уже говорилось, это молодые водители, которым предлагаются услуги умного каска и, возможно, какие-то дополнительные страховые продукты. Такого рода предложения действительно успешны, но в данный момент успешны только в ряде стран Европы. Прежде всего это UK и Италия, ну и Соединенные Штаты. По поводу технологической платформы в Европе вопрос открыт, есть ряд решений. Ну и то, о чем говорят европейские страховщики, в том числе в Германии, о том, что предложения продукта очень чувствительны к цене. То есть стоимость услуг, в зависимости от цены зависит и успех этого продукта. Ну и по нашему мнению это в российских реалиях более чем актуально. Как обстоит дела в Штатах. По конференции в Чикаго активное использование этих технологий телематических и сервисов около 300 компаний предлагают, но глубина проникновения невысокая, всего 2%. Интересный такой, интересный аспект, что предлагаются разные устройства, в том числе устройства по типу подключи сам, мобильные устройства, и вот именно использование такого рода устройства предлагают компании среднего размера. То есть если крупные страховщики предпочитают встроенные, ну я о некоторых вариантах устройств еще расскажу, то вот в том числе есть как бы технологические решения и для среднего размера страховщиков, чтобы эту долю рынка не потерять. Стоимость технологий главным фактором является в Штатах и также по мнению вот американских страховщиков выгода для клиента она только то есть выгода для клиента только в рамках скидки, если мы говорим о том, что мы даем некую скидку за в рамках продукта, оказывается слишком дорогой, то есть требуется продажа каких-то еще дополнительных услуг или продуктов. Так, ну несколько слов о том, какие есть варианты, какие есть устройства и вот что есть устройства типа черные ящики полнофункциональные, которые требуют профессиональной установки, есть устройства подключи сам, сделай сам plug and play, который можно просто установить сам пользователь. И вот есть вариант организации такого телематического сервиса или продукта, донесения продукта страхового на базе смартфона. Ну что тут можно сказать, что конечно же встроенные устройства имеют свои преимущества безусловные, современные встроенные устройства позволяют прежде всего предоставляют картину аварии, то есть страховщик получает доступ к тому, что произошло, то есть противодействие мошенничества, более качественное урегулирование убытков, по крайней мере в других странах. Ну и достоверность конечно же, да. Что касается минусов встроенных устройств, это все-таки проблема с работой с поддержанными автомобилями, если новые автомобили, то здесь в принципе все понятно, но вот с тем, что мы знаем, что происходит сейчас на рынке, на авторынке, что в принципе доля поддержек автомобиля растет, здесь проблемы со стороны устройства могут быть с их совместимостью и так далее. Дальше какие еще проблемы? Зачастую данные находятся в данном владеет, которые собираются в этих устройствах, ими владеет оператор, вот, и вовлечено ряд участников процесса, о которых я расскажу на следующем слайде, требуется процедура установки, и все это выливается в достаточно существенную стоимость. Да, операторы сейчас предлагают интересные условия, когда рынок еще пустой, но в конце концов все понимают, что это стоит дорого. Вот, но вот если мы говорим про встроенное устройство, вот здесь на картинке приведены все участники процесса, смотрите, да, то есть это не только страхователи, страховщины, это вокруг вот есть оператор сотовой связи, заинтересованное, очень заинтересованное лицо, которое вместе с оператором телематическим, конечно же, ну, заинтересованным в этом, да, или является непосредственно самостоятельным оператором, то есть продажа, допустим, на симках. Вот, производитель своих приборов, автомастерские, автопроизводители, ну, и, собственно, может быть, провайдер, боу, который обеспечивает инфраструктуру. Как меняется картина, если мы говорим про мобильные устройства? То вот тут получается, что есть страховщик, страхователь, в принципе, провайдер ПО, который обеспечивает необходимую инфраструктуру, вот, а все остальные участники процесса, они не нужны. Ну, и, соответственно, это влияет, конечно, на связанные затраты. Если мы говорим про продукт, например, умного каска, который основан на использовании смартфона в качестве устройства, которое отслеживает поведение водителя, то давайте представим, что должен сделать клиент. Он должен купить полис, по сути, установить мобильное приложение, возможно, это мобильное приложение страховой компании, на самом деле, которое у него уже есть, потому что будет другой полис. Ну и дальше сделать ряд простых действий, указать, периодически делать ряд простых действий для того, чтобы противодействовать каким-то мошенничествам. То есть все достаточно просто, не требуется визита в мастерскую или каких-то установок, даже по принципу «сделай сам», которые для некоторых людей могут быть тоже сложными. То есть простая установка. Ну, мобильное приложение, например, у нас оно уже разработано, то есть у нас разработана необходимая инфраструктура, она достаточно простая, обеспечивает клиенту страховой компании простой функционал. То есть там кнопка «Старт-стоп», на самом деле, которая запускается автоматически, то есть клиенту нажимать каждый раз это не нужно, для этого используется специальное устройство, которое кладется у продачок автомобиля, и смартфон сам запускает, клиент садится в машину, сам останавливает для этого. и здесь еще появляется какой важный момент, что у страховщика появляется не просто информация о страхованном объекте в автомобиле, а о том, кто им управляет. То есть операторы носимых устройств зачастую это проблема. Здесь вы как раз когда мы говорим о регламенте еще две минуты, то есть кто им управляет. По нашему опыту у нас сейчас есть ряд белых проектов, что дает, какие показатели, то есть вы получаете статистику с точностью естественно не СМИ более низкой, чем носимые устройства, там 85%, но при этом вы получаете более быстрый запуск и существенно более низкие затраты на эксплуатацию и развитие этого решения. Ну и что дальше? Дальше, конечно, это по нашему мнению должно превращаться в некий мобильный сервис для вашего клиента, который не только отслеживает для вас поведение и помогает в целом улучшает скажем так качество жизни вашего клиента и предоставляет выполнить лучший сервис. Спасибо за внимание. Большое спасибо за выступление. Продолжим тему интернет-продажи электронных полисов. Попрошу генерального директора ИСК Европолис Олега Владимировича Тишкина. Спасибо. Спасибо. Хочу пообещать всем, что уложусь даже меньше, в регламенте. Даже установил эти. И презентацию читать не буду, потому что все, что было сказано до меня, серьезно перевернуло представление. Даже пришлось выйти и купить полис по страхованию жизненакопительный. Правда, я не понял, в какой валюте его надо покупать, когда инфлянцию разогнали до такой степени, что тут на квартал-то трудно планировать, не то, что на 10-15 лет. Поэтому каждый выживает кто как может. Я, как тоже один из динозавров страхового рынка, просто хочу поделиться, вот что у нас происходит на примере нашей компании и заключить там пари. Вот в это же время, в следующем году, наверное, мы увидим, что собственно произойдет. А произойдут самые драматические события. Я вот еще раз говорю, от презентации отойду и такое вот маленькое лидическое выступление. Я свою страховую карьеру начинал в арабских странах, будучи переводчиком арабского языка. Мне посчастливилось, был такой у нас лидер Леонид Ильич Брежнев. Он тогда еще ездил за границу, там выступал, но уже вот болезнь Альцгеймера, она там прогрессировала. И однажды, выступая в Сирии, вот он зачитывал длинную речь там о дружбе и потом поднял глаза на аудиторию, опустил и начал снова читать. Ну так как сирийцы все знали русский язык очень хорошо, все опешили и думали, что же будет. И вот тогда переводчик, у него карьера пошла в город, он за секунду сообразил, что делать и сказал, а особо я хотел бы подчеркнуть и все снова здорово всю эту речь. Это я к чему сказал, что наша тема будущее страхового рынка. И мы тем-то одна и будущее оно одно, его нет. Ну как это уже понятно, но все почему-то боятся об этом говорить. поэтому 10% из, вот мне кажется, на первом оно ключевое было такое вот сессия, правильно сказать, Ну такая она главная была, потому что все, кто там был на первой, они убежали там как бы подытоживать земные дела, там что-то такое. Кто жизнь страховать, кто активы выводить. Я просто вот как Брежнев скажу, что там было, чтобы, ну как бы книжку надо сначала читать, середины тяжело вспомнить, что было в начале, если не знать. Вот Игорь Николаевич Жук, который, я так понимаю, это комплимент, вы пацанная утка, да, то есть разыграно все по нотам. Жук сказал здесь, что, во-первых, он всех разделил на три части. Весь страховой рынок, там 400 компаний, попал в три группы. Первая группа, там одна компания, без подсказки, там все узнали, Сагас, это одна группа, первая, значит, вторая группа, это топ-15, ну где-то 20, это вторая. И третья группа, вот Элла Леонтина, вот здесь вот она сидела еще, не остыла там местно, она возглавляет вот последнюю группу, самую мощную, которая быстрее всех движется к кладбищу. Моя компания, собственно, находится в этой группе, но она хочет из нее выпрыгнуть всяческими усилиями и переместиться вот ближе к Андрею Александровичу, туда поближе, вот подергаться. Поэтому, что мы делаем для того, чтобы нам вот отстать от этого похода крестового и попасть в светлое будущее, о котором рассказали? Мы, конечно, идем вот в это онлайн-страхование. Могу похвастать, что агенты страхового рынка, апологеты, объявили меня своим личным врагом, потому что я со всеми расторг вообще все отношения, вот так вот бросил все эти агентские договора и всем запретил вход в нашу компанию. Тем самым, колоссально сократив издержки просто за секунду, дела пошли на лад. Это первое. Второе. Вот тот, кто у нас берет бумагу и начинает что-то на ней там рисовать, ну, пока еще есть там полисы, но, в принципе, уже сходит на нет, он тоже сразу же готовится написать на ней заявление об уходе. То есть, грубо говоря, бумага у нас вообще запрещена. То есть, все, что мы делаем, мы и переписку, электронные вот эти дела внедряем, прям как вот насаждаем, как вот насаждали там христианцы и так далее. Прямо через силу, но и идет. Издержки, опять же, все спасение лежит в сокращении издержек, как я вижу. Продукты, примерно, одни и те же, цена одна и та же, но у кого издержки меньше, вот Тадежда Васильевна очень тут правильно акценты расставила, она и яма. Вот просто подсказали, что надо делать, чтобы выжить. Вот, собственно, на примере, опять же, компаний, которые, я думаю, в следующем году уже будет там в топ-25, наверное, я так планирую, ничего не делая, оказаться там по одной простой причине, все те, кто находится по рейтингу выше меня, они сами исчезают, вот прям вот отсюда выходят, дверь закрывает, цвет гасит, и все. Мне надо как клопу тому, вот пока динозавры вымирали, очень быстро, раз и нет. А клоп, он отсиделся там, отогрелся и живой. Поэтому вот оперативность, которая присуща мелким и средним, она является в нашей непростой действительности серьезным преимуществом. То есть вот такие решения по сведению счетов с агентами, принимать очень нам легко и быстро. А вот я не представляю, как в Росгострах тут есть прицель, как он может завтра вот взять и объявить, что все спасибо, до свидания. Это революция в стране будет, правильно? Сотни тысяч человек останутся без работы. Поэтому, может быть, они бы и хотели, но они не могут этого сделать и вынуждены будут жить с этой историей. А мы будем жить вот то, о чем я не буду повторять, очень, мне кажется, акценты расставили, что каждый вот сидит, и я в том числе в смартфон, пялиться в свой, там, пишет, читает. Ну, то есть, вся жизнь в смартфоне. Я думаю, что вот в этой аудитории, наверное, меньше 10% входит оплачивать ЖКХ там, Сбербанк тот же или еще что-то. Ну, в общем-то, вся жизнь в интернете. Поэтому, вот кто, меня очень огорчает, что тут нет теньков и напрягает. Мне кажется, я тут время теряю. А он правильно делает, что не участвует, а там, наверное, что-то затачивает вот эти предложения ваши для того, чтобы все электронное, это ОСАГО, когда исчезнут квоты, он заберет себе, мы тут останемся у разбитого корыта. Ну, я думаю, именно двойник мы это все разделим по братцу. Поэтому, какое предложение типа Дила, чтобы не утомить, у вас 6 минут, 6 минут, а еще 4 минуты. Вот в следующем году, опять же, хочется приятно быть подопытным кроликом. Просто когда у Трангоси работал, можно вообще ничего не делать, 15 лет сидел, дурак овалял, бизнес сам шел на бренд. Вот мой бренд, я думаю, что вообще никому неизвестен, у нас нет ни одной рекламы, ни вывески, вообще ничего. Вот как можно, будучи абсолютно неизвестным, что-то там продавать. Но оказывается, можно. И продажи, вот это я все пропускаю, таблицы, картинки, девушки у нас такие красивые. Вот. Вот этот сайт, сайт онлайн-продаж, мы сделали за 2 месяца. Вот прямо на коленке нарисовали. Я вам скажу, что соотношение АРР, затрат на отдачу совершенно сумасшедшие, просто сумасшедшие. Затраты копеечные, отдача, несмотря на неизвестность бренда, она просто колоссальная. Купился там уже 155 раз. И действительно, вот мы ВЗР и НС продаем в электронном виде, но многие продают, это не секрет. Но вот у нас уже 2 года их покупают прекрасно. И всякие, конечно, вот там нехорошие люди, про которые вы говорили, пишут басквили заказные. Страховщики, там прямо видно у них такая терминология, там франшиза условная, безусловная. Ну это заказованные казаки все вот эти. Вот. Это абсолютно нас не смущает. Пусть пишут, чем больше пишут, тем больше людей придут, зарегистрируются в личном кабинете. И вот в 3 шага, как тут правильно было сказано, все должно укладываться в 3 шага. 4 шага, это все, смерть, человек устал и уходит. Поэтому, какое предложение? Вот в следующем году, я думаю, хочу пари каждому по бутылке, если проиграю. Вот 3 года я возглавляю эту компанию, из 246 места я вот дошел до 40 за 3 года. Ну вот с каждым местом все труднее и труднее подниматься, правда тут подфартило, вот такие там вот прям бренды, они сами ушли, вот осталось только, и сам органически поднимались, там Тюрих, Альянс, Россия, общая национальная. Это все грустно, я полностью разделяю позицию, я честно говоря, не понял, где у вас имя, фамилия, кто Хосе, это Владимир, но не важно. Собственно, о том, что, собственно, знакомые что-нибудь используете, Владимир уже знаете. Владимир, давайте Владимир. Владимир Владимирович. Вот, собственно, самое страшное для страхового рынка, это волна, рост, вот это неверие в этот институт финансовое страхование, потом переходит в ненависть, вот это все культивируется, там дети, вот это все ужасно. Опять же, когда я начинал карьеру в ингострахе, там был такой момент, когда три компании, АСКО, Налко и Защита, прямо вот как сейчас помню, они одновременно как-то там что-то засуетились и куда-то засорились к выходу. И вот просто осенило сверху, думаю, что же, что же сделать, как же стать новым монополистом. И объявили акцию сумасшедшую о том, что мы, как ингострах, принимаем неоконченно ответственность и обязательства при условии там продления. И, соответственно, практически опять восстановили свои монопольные позиции, потом был суд, ФАС, там все наказания, условия там и так далее. Но тем не менее, вот сейчас как раз такая ситуация, когда вот наша компания, ну она небольшая, но у нас моржа там очень серьезная там запаса. Вот мы хотим подставить свое маленькое плечо вот этим вот большим там гигантам. Я не называю их имена, вы все их знаете. То есть вот дать возможность пока они там соберутся силами, поднимутся опять на антис. Вот эту клиентскую базу мы сохраним в онлайн наших кабинетах, а потом мы через несколько лет там, если они дальше вернутся из-за границы. Передать им. Вот. Поэтому, коллеги, я думаю, что вот этот год он будет потрясением и нам вот Владимир Хосе тут раскрыл тайну. Как раз следующий год это 23-й. Владимир, я вот это про вас там цитирую. Нет, я все-таки хочу узнать, как бутылку выиграть у вас. Вы уже можете бежать и покупать. Смотрите, вот следующий год 23-й с момента основания вот год потрясений. По моим оценкам, по моим субъективным оценкам уйдет с рынка вот сейчас 400 компаний. Ну, значит, хорошо бы осталось 50. Вот прям вот мне так кажется. Конечно, те, кто не попадает, они, наверное, по-другому думают, но тем не менее. Вот моя задача капитализироваться там в крупнице и попасть в 50, чтобы остаться на этом рынке, потенциал которого просто чудовищный с точки зрения возможностей. Если банки уже, ну, я считаю, до последнего дошли, там вот я смотрю рекламу, там вот он говорит, я взял там деньги, там какую-то победу, ржавую отреставрировал, а там малый бегает, сам того не понимает, что он будет за этого деда расплачивать всю оставшуюся жизнь. То есть они уже стариков и детей, можно сказать, окучивают. То у нас впереди имущество, ну, я не знаю, вся жизнь впереди, да? И вот то, что рассказал коллега про мобильные, вы больше никому не рассказываете, мы с вами там эксклюзив заключаем, вообще, чтобы никому на слово. Поэтому в следующем году очень хочу вот здесь вот получать номинацию, как самая динамично развивающаяся компания в области интернета. Вот, если нет, то по бутылке. Боржоби. Коллеги, я уложился, поэтому вот приходите, к нам регистрируйтесь, если там тяжело с клиентской базой, то передавайте ее, мы ее сохраним. Андрей Александрович Мартианов, исполнительный директор компании Макс. В общем, тема, ваша проблема на рынке автострахования, может быть, как-то отрефлексируете по поводу всего от того, что я не хожу. Да, спасибо. Тяжело уступать после такого яркого выступления Олега. Но я могу сказать, что мы разделяем в компании, в целом разделяем оптимизм по поводу онлайн-страхования. Хотя пока, конечно, это достаточно ограниченные сегменты, которые востребованы. Мы где-то, наверное, тоже года два, уже, наверное, три запустили интернет-магазин у себя на сайте, в котором, соответственно, реализуем полисы, прежде всего, ВЗР, страхование жизни, короткое, страхование имущества и коробочные полисы ДМС. То есть, в принципе, такой достаточно широкий спектр. Мы пока сознательно не запускаем автострахование, есть сложности. Я вот сегодня интересную идею услышал по поводу возможности осмотра со спутника. Не знаю, насколько это реалистично в России. Но пока есть проблемы, естественно, с осмотром. Но совершенно очевидно, конечно, что доля онлайн-страхования в общем объеме, она, наверное, достаточно долгое время будет оставаться в пределах единиц процентов. И, наверное, надо с этим жить, понимая, что основной объем продаж все-таки будет формироваться через посредников. Поэтому я бы хотел, наверное, с вами поделиться каким-то своим видением того, что происходит на рынке автострахования. Мы много говорили сегодня про ОСАГО. И на первой сессии этой темы касались, я бы не хотел, так сказать, дальше усугублять дискуссию в этом направлении, потому что, мне кажется, страховщикам давно уже все понятно в отношении этого вида и куда он будет развиваться и как он развивается сейчас. Если мы говорим про КАСКО, то тенденций несколько. Очевидно для всех, что одна из тенденций это снижение объема продаж новых автомобилей. по результатам 9 месяцев снижение составило около 13% продаж. За октябрь темпы снижения несколько более умеренные, около 9% с сопоставимым периодом 2013 года. Понятно, что на это повлияла программа и утилизация, которая была запущена, и резкое ослабление рубля, и, соответственно, народ бросился активно покупать иномарки по старому курсу. Но это временное явление. Очевидно, что в той экономической ситуации, в которой мы находимся, снижение будет продолжаться, и оно, конечно, будет более глубоким. Есть вторая тенденция, которую наверняка потребители, те, кто владеет автомобилем, покупает поле сказки, тоже заметили в этом году. Существенный рост тарифов страховых компаний от 20 до 40 процентов произошел на разные сегменты, разные автомобили в целом за 2014 год. Определенные ограничения вводятся страховыми компаниями на страхование поддержанных автомобилей свыше трех лет. Ну и вообще, честно говоря, это все конечно следствие рост убыточности достаточно существенной в этом сегменте в 2013 и 2014 году. Это и рост мошенничества в страховании. Могу сказать, что это одна из основных проблем, с которыми мы сталкиваемся. Мошенничество действительно растет, и наши государственные органы только помогают мошенникам в этом направлении. Это прежде всего суды, которые закрыв глаза принимают решения в пользу потребителей, не заглядывая даже в полис страхования, не считая нужным этот полис в принципе рассматривать. И тенденция продолжается. по нашим оценкам от 20 до 25 процентов всех выплат именно в пользу мошенников и автоюристов, которые помогают этим мошенникам. Сами являются такими же мошенниками. Большинство из них рассказывал пример в Сочи, когда действительно была выявлена группа таких автоюристов в кавычках, которые рассылали веером приглашение на осмотр, где естественно никакого осмотра не производилось и не могло быть этих автомобилей для осмотра. Потом предъявляя эти телеграммы в суде как доказательство того, что страховщик не приехал. Мы приехали в эти удаленные точки и удалось каким-то образом совместно с правоохранительным органами вывести на чистую воду этих мошенников. Они потом рассредоточились по стране и благополучно бывают другие страховые компании. Но действительно есть устойчивая группа, которая работает на отдельной теме. По-моему она обсуждалась на другой сессии. Я не буду подробно останавливаться на этом. Что предпринимают страховые компании в этих условиях. На самом деле мы достаточно давно уже пытаемся образовывать потребителей услуг наших и посредников, с которыми мы работаем. Это банки и автосалоны прежде всего. Продвижение пользы с франшизы. Действительно во многих странах это уже давно не ругательное слово, как у нас. Это просто обязательная часть покупки полиса. Без франшиз вам полис просто не продадут. У нас же это пока еще все-таки экзотика. Хотя на самом деле мы успешно лет 5 уже работаем с несколькими банками, которые примут для себя в свое время решение о том, что они готовы на этот продукт с франшизой. И могу сказать среднюю убыточность где-то на 20-30 процентов ниже при сопоставимых тарифах по таким продуктам. Надо сказать, что по нашему анализу среднее снижение убыточности на продукты с франшизой даже не актуарное и не монетарное. Актуарий вам свою убыточность рассчитывает по продукту, когда вы продаете предложить полис. Когда вы там считаете через год, через два, вы видите, что реальная убыточность процентов на 10-15 ниже. Я называю неактуарное снижение убыточности. Почему? Потому что действительно реально меняется психология водителя, когда он понимает, что какую-то сумму ему надо будет за каждый убыток вытащить через карман и заплатить. вот эта психология влияет на стиль вождения и на вообще отношение к страхованию человека. Когда он не бегает за каждой царапиной к автодилеру, а понимает, что будут реально какие-то затраты на это. Поэтому действительно, когда мы придем к этому, я думаю, что в принципе само понятие этого вида и убыточность этого вида существенно поменяется. Привлекательность его, естественно, для страховщиков и для страхователей изменится. Но примеров применения франшизы может быть масса. Например, по нашей компании скажу, например, если вы страхуете с франшизой с первого страхового случая скидка может достигать до 50%, в зависимости от размера этой франшизы. Со второго случая применения франшизы скидка до 30%. Если вы покупаете продукт, по которому вы несете обязательства в виде франшизы при отсутствии ответчика, скидка где-то до 40% от премии. У нас есть еще такой интересный продукт, который мы тоже несколько лет назад внедрили, достаточно популярен, особенно в сегодняшних условиях, когда цены выросли на КАСК действительно существенно, это сохранение стоимости полиса прошлого года при определенной рассчитанной франшизе. Она рассчитывается автоматически в информационной системе, когда продавец продает полис или использует информационную систему или регулятор. Автоматически рассчитывается франшиза в зависимости от количества и размера ранее выплаченных убытков. Поэтому радует то, что действительно многие банки сейчас поменяли свое отношение к таким продуктам. Уже несколько программ разработаны активно. Мы внедряем их по продаже банковского с небольшой франшизой это естественно снижает стоимость полиса, ведет к меньшему обременению меньшей кредитной нагрузки на заемщика. И банки стали более лояльны к этому подходить. Поэтому мое убеждение в том, что за этим будущее регламент одна минута меня предупреждают. Есть сложности конечно, потому что если вы используете канал автосалона продажи через автодилеров у них конечно интерес в использовании такого продукта меньше, потому что им приходится объяснять страхователю когда он приходит что мы не просто отремонтируем вашу машину а вы какие-то деньги еще заплатите. Но тем не менее тоже эти проблемы преодолеваем и делаем действительно большую ставку на такие продукты в следующем году. и в этом году. Поэтому всех призываю тех кто пользуется автомобилем покупать пользу франшизы. Приходите к нам. Спасибо. Спасибо большое. Попросим рассказать в своем видении вопросов проблем развития корпоративного страхования Алексея Вячеславовича Волчонкова директор департамента андерайтинга регулирования убытков по корпоративным видам страхования СК согласия. коллеги я заранее извиняюсь я буквально узнал только вчера вечером что я заявлен спикером сегодняшней уважаемой конференции поэтому я постараюсь сказать буквально несколько слов без презентации основные тенденции которые мы с вами наблюдаем связаны скажем с катастрофическим снижением рентабельности по всем основным линиям корпоративного бизнеса прежде всего в имущественном страховании лидеры рынка я думаю все прекрасно понимают с какой уровнем убыточности они работают и каждый из нас по большому счету стремится либо оптимизировать свои собственные издержки расходы либо все-таки каким-то образом сегментировать портфель и оптимизировать структуру этого портфеля для того чтобы он был более однородным для того чтобы более выгодно условно говоря продать его перескликовщикам тем не менее все-таки на фоне реального кризиса некоторых сегментов есть надежда что мы начнем противоположное движение в противоположном направлении то есть наверное недалеко не секрет что в некоторых случаях там некоторые компании закрыли или закрывают страхование складов или существенно ухудшают для клиента условия это касается тарифных ставок и в принципе перечня рисков и других расширений что касается других линий таких как морское страхование авиационное страхование в принципе эти линии бизнеса никогда в принципе не отличались многочисленностью но там по морскому страхованию по большому счету мы вынуждены констатировать что там осталось к сожалению наверное 4 игрока на рынке которые более-менее собственно и делают весь рынок авиационное страхование боюсь движется в том же направлении но в каждом из этих рынков есть достаточно интересные точки роста которые могут нас интересовать и сформировать новые достаточно рентабельные портфель в морской тематике это прежде всего формирование рынка пендай и страхование ответственности сублодейцев в речном регистре рост сегмента связанного с билдерс риск ну и в принципе стабилизация сегмента каска авиационном страховании все мои коллеги которые работают в принципе наверное видят достаточно большой рост сегмента general aviation и я надеюсь что в среднесрочной перспективе мы там в авиации подойдем к структуре рынка если не западноевропейского то восточноевропейского где страхование general aviation и доли премии и доли выпущенных полисов составляет где-то там соответственно 50% и 80% что касается каких-то других значимых линий бизнеса который несмотря на всю экономическую конъюнктуру которую мы сейчас видим и боюсь она будет продолжаться еще в течение двух-трех лет минимум на мой взгляд это страхование сельхозрисков потому что это базовая отрасль которая точно не будет стагнировать а будет развиваться соответственно есть платежеспособный спрос мы второй год наблюдаем достаточно серьезный рост страхования как в части страхования животных так в части страхования урожая нам конечно еще далеко до лидера рынка уважаемые компании Ростбострах но я думаю что за два года мы ее догоним и в принципе опять же те компании кто не вышел из этого рынка их к сожалению тоже немного но тоже смогут поддержать достаточно динамичный и рентабельный рост ну и последний сегмент который наверное стоит отметить это страхование кредитных рисков и страхование так называемых рисков финпро это страхование ответственности финансовых институтов и в принципе некоторых производных инструментов но которые у нас реализуются в виде страхования договорной ответственности это в частности страхование заемщиков по ипотечному страхованию и ответственности заемщиков по ипотечному страхованию и страхование ответственности девелоперов застройщиков Этот рынок на текущий момент демонстрирует достаточно бурный рост. Мы со своей стороны очень осторожно к нему относимся, но с другой стороны мы на каких-то линиях бизнеса и сегментах рынка присутствуем. Мы, опять же, наряду с нашими крупнейшими, возможно, коллегами, просто уже господин Тишкин говорил про селективность и нахождение каких-то интересных ниш. На мой взгляд, страхование финансовых рисков, в том числе финансовых рисков, содержащих значительную долю кредитного риска, реализуемое на принципиально новом уровне по отношению к началу 90-х, если кто помнит, страхование рисков невозврата кредитов. Оно может серьезно сдвинуть рынок и, опять же, по сравнению с банками, для нас это еще не отыгранная карта. У нас динамично, опять же, растут сборы в этой линии бизнеса. Мы в этом году планируем собрать порядка 8 миллионов евро премий. И, в принципе, вместе с коллегами из трех компаний, четырех, которые этим занимаются. Уважаемый гострак, вместе с ONDD, Альфа-страхование вместе с Атра Айосом, Кафас и коллеги из Олера и Эрмеса. Я думаю, что на ближайшие 3-5 лет мы оцениваем перспективы данного рынка где-то до 150-180 миллионов евро премий в год. А дальше все зависит от того, насколько мы будем эффективно продвигать данное страхование. Коллеги, наверное, это вот такой весь брифли взгляд на наше корпоративное страхование. Большое спасибо. Наш форум подошел к концу. Будем очень рады видеть вас через год. Я думаю, что было интересно у нас сегодня. Почему? Все будем рады видеть. Надеемся, что все смогут прийти к нам. Если вы не сдали вдруг пульты, просим их сдать на выходе. Я имею в виду пульты для голосования. Приглашаем вас на заключительный кофе-брейк. Спасибо большое. Спасибо.